Друзья мои, всем привет! Сегодня будет не мастер-класс, сегодня будет просто небольшой обзорчик. Для кого-то это видео станет вспомогательным. Я хочу сегодня вместе с вами заняться утилизацией старых колбасок. У меня их скопилось достаточно много. Это часть тех колбасок, которые можно реанимировать и использовать для дальнейшей лепки. Когда колбаски старые, они со временем начинают твердеть с того, что у них выделяется пластификатор. Если вы их оборачиваете пленочкой, они послужат вам чуть дольше. Но все равно спустя годы они начинают немного твердеть. Вот, допустим, вот этой колбаски 4-5 клетки, она до сих пор еще мягкая, то есть я могу ее порезать и с ней работать. Сейчас я отберу те колбаски, которые у меня подходят. Для того, чтобы нам ее реанимировать, понадобится всего лишь теплая вода. Итак, друзья, чтобы нам реанимировать нашу пластику, мы можем положить ее на теплую батарею. Либо использовать теплую воду. Я вскрепетила воду, дала ей немного остыть, чтобы она не была слишком горячая. И сейчас в эту водичку я положу наши колбаски. За счет тепла глина станет мягкой и податливой. Друзья, по истечению нескольких минут я достаю свои колбаски и ложу их на салфеточку. Можно протереть их полотенчиком, чтобы убрать лишнюю воду. Еще хотела сказать вам про такой важный момент. То есть, если вы будете собирать трость из нескольких колбасок, обратите внимание на такой очень важный момент того, чтобы ваши трости были по вязкости, по своей пластичности приблизительно одинаковые. Потому что, если мы их сложим и будем вытягивать в одну общую колбаску, те трости, которые у нас были более мягкие, они будут нам поддаваться. А те, которые были более твердые, мы не сможем с ними работать. Они будут рваться, останутся на месте, ужмут те трости, которые были мягкие. И то есть, на срезе у нас получится полная каша, а не рисунок. Так что, на это тоже обратите внимание, чтобы они у нас были по ощущениям, вот пальчиками трогаем, чтобы они были одинаковые по своей мягкости. Вот я подготовила все свои трости, те, которые были меньшей длины. Я их вытянула, чтобы они были приблизительно одинаковые. Складываем все колбаски впритык друг к другу, стараясь убирать какие-то возможные зазоры, чтобы у нас ничего не оставалось пустот. Для того, чтобы нам в дальнейшем было легче работать. Такие трости с рисунком вы можете использовать в создании сережек, в создании абсолютно любых украшений, широких браслетов, фигурных деталей, подвески, кулоны, подвески любого размера для любых тех же браслетов, допустим, пушистых, либо для крупного какого-то колье. То есть, вы можете их использовать абсолютно куда угодно. Начинаем ужимать. И я их начинаю прокатывать. Делаем это до необходимых размеров нашей тросточки. Так, сейчас посмотрим, что у нас получается. Это краешек. Дальше у нас будет еще красивее. Я ее сейчас хочу еще немножечко ужать, разделить на 4 части. На десерт хочу показать вам классный прием, который можно использовать с оставшимися вот такими вот срезами от колбасок. Техника называется «Наташа». Зеркальное отражение. То есть, просто сминаем оставшиеся хвостики нашей трости. Сминаем в одну общую тросточку это все. Вот так вот я ее прокатываю по поверхности. Скручиваю в одну сторону. У нас там было много различных рисунков. И сейчас вы увидите, что у нас получается на срезе. Делим нашу трость на 4 части. Сначала делим на 2 части. И каждую половинку разрисаем еще на 2. Соединяем вместе эти половинки, собирая рисунок. Соединяем сначала 2 с этой стороны и соединяем 2 с этой. А теперь соединяем их вместе, также подгоняя рисунок по краю. Стоит выпустить воздух, немного ужав бусину, делаю край бусинки овальным. Просто собираю глину вместе. И вот такая бусинка уникальным рисунком у нас с вами получается. Осталось ее прокатывать и все и будет у нас бусинка. Кстати, для крупных тростей я использую плотные лезвия, не тонкие. Сейчас мы с вами сделаем срез, посмотрим, что у нас там получилось. Глина стала очень мягкой и хорошую нужно подождать, чтобы она отошла. Тоже будет завтра. Сегодня я хочу поделиться с вами результатом. Надеюсь, что этот ролик вам понадобится и вы теперь будете делать цветочные трости либо трости с каким-то определенным рисунком, не боясь того, что эти колбаски у вас будут лежать без дела. Ну и если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик и лепите вместе со мной. До новых встреч на моем канале.